Барабанной дробью, песнями, плясками и традиционным хлебом соли ученики 10-й школы встречают первого заместителя министра образования и науки России Наталью Третьяк. Гостей такого уровня казачья школа принимает уже не в первый раз и всегда рада продемонстрировать посетителям свои достоинства. Одно из них – музей, в котором хранится множество исторических ценностей – деньги, награды, оружие и форма казаков. Наталья Третьяк пополнила фонд музея, подарив директору школы копию ордена Святой Екатерины. В 18 казачьих классах обучаются ребята в возрасте от 7 до 14-15 лет. Это как раз то время, когда нужно и можно воспитать в детях исконно казачьей традиции и привить любовь в Кубани, уверена Наталья Третьяк. Поэтому следующим подарком школе стала книга, по которой можно изучить историю и географию родного края. Первый заместитель министра образования и науки России также увидела, как ведется обучение в казачьих классах. Наталья Третьяк побывала на уроке истории, где ребятам рассказывали об оружии казаков. Это шашки, кинжалы и нагайки. То, что школа казачья, понятно даже на школьной площадке. Здесь установлен бюст императрицы Екатерины, даровавшей земли казакам и символический колокол. В него бьют только два раза в год, на 1 сентября и в мае на последнем звонке. Возможность 12 раз ударить в колокол предоставилась и гостье. Тем более, что повод есть. За министра образования страны символически посвятили в кубанские казачки. Подарили наряд с ручной вышивкой, выполненной с исторической точностью. В дополнение к платью кожаные черевички и нагайка. Первый заместитель министра не стала скрывать эмоции и даже переоделась в народный костюм. Для меня это очень приятно и почетно. Еще раз убеждаюсь в том, что развитие казачьего образования – это одно из самых перспективных направлений развития образования в области патриотического воспитания нашей молодежи. И поверьте мне, я на своем посту предприму все меры для того, чтобы это развитие получило и дальнейший импульс, потому что уже за последние несколько лет мы видим, что число казачьих колоссов выросло в разы. Число специализированных учреждений тоже в разы и интерес к этому каждый год возрастает. На Кубани действует 50 в школ казачьей направленности, где насчитывается полторы тысячи классов. И краевая администрация намерена дальше развивать это направление. В казачьих классах, в казачьих школах мы можем полностью это рассказать, потому что сегодня все больше и больше нас вовлекают в западные технологии толерантности, ювенальной юстиции. Но это как раз и сделано для того, чтобы мы отвернулись от своих истоков. И вот только казачье направление нас к этим истокам возвращает и прикрепляет. И мы видим даже на примере этой школы, когда дисциплина, порядок, уважение дают совершенно другие результаты. А результаты очевидны. На протяжении 10 лет, как эта школа стала казачьей, ученики показывают хорошие результаты на ЕГЭ, занимают призовые места на многих творческих и учебных конкурсах. Наталья Третьяк пообещала, что в следующий раз обязательно, когда приедет в Краснодарский край, возьмет с собой казачий наряд. Возможно, поводом для этого станет очередное заседание Совета по делам казачества.